Поговорим о том, как в Java-программе можно конвертировать значения одних примитивных типов в другие. Многие преобразования типов компилятор делает за нас неявно, не привлекая внимания. Это безопасные преобразования, в результате которых не может произойти потеря данных. Например, значение типа byte можно спокойно присвоить в переменную типа short. Short в int, int в long. Старшие разряды более широкого типа просто заполняются знаковым битом исходного значения. Значения типа char без вопросов преобразуются в int и long. Поскольку char беззнаковый, то старшие биты int и long всегда заполняются нулями. И, наконец, целочисленные типы автоматически конвертируются в вещественные. Хотя надо понимать, что при этом возможна потеря точности, то есть некоторых младших разрядов исходного числа. Неизменным будет только порядок и старшие разряды, количество которых определяется емкостью вещественного типа. При всех остальных преобразованиях целевой тип не в состоянии передать все возможные значения исходного типа, то есть возможна потеря информации. Поэтому компилятор требует явного подтверждения вашего намерения. Вы должны использовать оператор приведения типа и учитывать правила, по которым выполняются преобразования. При приведении более емкого целого типа к менее емкому целому лишние старшие биты просто отбрасываются. В данном случае результатом будет 0. При приведении типа с плавающей точкой к целому числу дробная часть просто отбрасывается. Математическое округление не происходит. Результат здесь 3. Слишком большое по модулю вещественное число при приведении к целому превращается в максимальное по модулю представимое целое число того же знака. В данном случае результатом будет максимальное значение инта, то есть примерно 2 миллиарда. Что, согласитесь, совсем не то же самое, что 10 в 20-й. И, наконец, слишком большой дабл при приведении к float превращается в бесконечность. В некоторых случаях приведение типа происходит принудительно. Когда Java применяет какой-нибудь бинарный арифметический или побитый оператор к двум операндам, то первым делом операнды приводятся к одному типу. Это называется автоматическое расширение. Общий тип выбирается по следующим правилам. Если один из операндов имеет тип double, то оба приводятся к double. Иначе, если один из операндов имеет тип float, то оба приводятся к float. Иначе, если один из операндов имеет тип long, то оба приводятся к long. И иначе оба приводятся к типу int. Обратите внимание на это последнее правило. Из него следует, что когда вы, например, складываете два значения типа byte, то получаете int. И присвоить результат обратно в переменную типа byte без явного приведения уже не получится. Зато, когда вы получите от компилятора такую ошибку, вы лишний раз подумаете о возможном переполнении. Итак, если к byte прибавить int получится int, тогда как же работает, например, вот такая сокращенная запись? Ведь мы, получается, записываем int в byte. На самом деле, эта сокращенная запись эквивалентна вот такому выражению, в которое включено обратное преобразование из int в byte. Теперь, зная все эти подводные камни, вы уже не должны удивляться следующему примеру. Берем байт, в котором хранится минус единица. То есть, в двоичном представлении все 8 бит единички. Делаем логический сдвиг битов вправо на 7 позиций. Что у нас получится? Интуиция подсказывает, что в двоичном представлении должны остаться 7 ноликов и 1 единичка. Однако, как бы не так. Вспомним, что перед любой операцией над байтом происходит автоматическое расширение до int. То есть, в данном случае получается 32 двоичных единицы. Логический сдвиг вправо на 7 позиций применяется к этому int. А потом выполняется обратное приведение к байту. То есть, берутся младшие 8 бит все единицы. Окончательное значение переменной b минус единица. То есть, в результате сдвига значение не изменилось. Учитывая все те ужасы, которые я вам рассказал и показал, могу дать рекомендацию. Не использовать типы byte и short без необходимости. А тип char использовать только для хранения символов. Локальные переменные, такие как счетчики цикла и прочие аккумуляторы, лучше делать сразу типа int, чтобы не наступить на грабли. А задумываться об использовании менее емких типов стоит только в том случае, когда это даст существенную экономию памяти. Например, когда у вас в программе есть большой массив чисел.